Графические работы художников в годы войны – это изобразительная летопись суровых, страшных и поистине героических лет, но значение их этим не исчерпывается. В каждом из рисунков создан емкий и глубокий художественный образ, рождающий самые различные переживания – гнева, сожаления, гордости и радости, участия и надежды. В этом сила графического искусства, для которого главным оказалось раскрытие того истинно человеческого, что столь ярко проявилось в моральном облике наших сограждан во время войны. В основном мы старались показать графику. Графику можно назвать искусством войны. Ее техническая доступность, многотиражность отвечала поставленным задачам именно к искусству во время войны, потому что это пропаганда и информативность. Среди фронтовых рисунков обращают на себя внимание портретные зарисовки командиров, рядовых, танкистов, связистов, медсестер, разведчиков. Этот ряд военных профессий можно было бы продолжать, но главное в том, что перед нами предстают лица, в чертах которых нет ничего исключительного, в них внутренняя сила и стойкость. Рисунки убедительные, живые, поскольку часто художники сами были участниками тех событий и создавали портреты фронтовиков непосредственно на передовой, в окопе или в минуты отдыха после боя. А вот монументальные произведения возникали уже после войны. Работа Станислава Ягужевского, который большую часть жизни прожил в Рязани, называется «Домой». Она написана в 1955 году. Здесь нет сражений, здесь нет каких-то батальных сцен. Солдат, победитель возвращается домой, и он смотрит в окно поезда на разоренную землю. Сколько еще всего нужно вынести на плечах, как много еще нужно сделать домой. Но есть ли куда ему возвращаться? И вот надежду все-таки художник дает, потому что в его вещмешке вы видите игрушку, вот этот зайчик. И хочется верить, что ему есть куда возвращаться. Художники стремились запечатлеть важнейшие события исторической битвы за свободу, раскрыть глубокие причины, обеспечившие победу СССР, высокие моральные качества советских людей. Годы тяжких страданий, пережитых в период Великой Отечественной войны, раскрыли новые, неведомые ранее глубины народного характера. С этой темой связана и тема мира. Послевоенный мир, какой он? Мы с вами в работе под названием «Весна», «Чебаков». Но мы так для себя второе название «Чебаковские девочки». Она настолько трепетная, настолько открытая, такая ясная и светлая. И написана она в послевоенные годы. Многие художники воевали, и по многим причинам разные темы для них были закрыты. А вот тема детства – это та тема, в которой они себя чувствовали гармонично. И вот эти девочки идут в школу, а может быть, возвращаются. Они плохо одеты. Они, конечно, жили бедно. Но самое удивительное в том, и это мы чувствуем, началась весна. Первая мирная весна. Голубое небо, и не нужно бояться бомбежек, и не нужно ждать каких-то трагических вестей с фронта. И, слава Богу, выстояли, выжили. Началась весна. Весна не только календарная, но весна еще и в душе каждого советского человека. Советские люди проявили невиданное мужество и стойкость в борьбе. Их питала твердая вера в победу правого дела. Имена Зои Космодемьянской, Александра Матросова, героев краснодонцев узнал весь мир. Но были еще миллионы безымянных борцов, подвиг которых также увековечен в искусстве. Художники стремились показать те черты в духовном облике людей, которые обнаружились в годы войны с особенной силой и отчетливостью. Решительность, силу воли, особую собранность мыслей и чувств, продиктованную тяжелыми жизненными испытаниями. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».